здравствуйте туристы и активисты сегодняшнее видео будет скорее исключением из ряда моих видео про ножи компании севеви почему потому что вы знаете что я компанию сию очень люблю это действительно компания которая развивается просто невероятно мощно то есть она была в принципе очень крутая но за 2021 2022 они прямо бахнули так что конкретно я вот сказал что связка вы себе это номер один в мире было прошлом году то что вот они именно принесли в индустрию это мое личное мнение никого к нему не принуждаю так вот почему сегодня будет скорее скорее такая такое исключение потому что к ножу мини санбар севеви дизайна эрика окса я отнесся достаточно спокойно достаточно прохладно я объясню почему в любом случае клипса прикольная она симметрична она переставляется типа кончика кверху под левую руку мы видим здесь скобку бэкспейсера с отверстием под темляк посадка не очень глубокая видно сразу что нож достаточно такой щупленький небольшой и прочее я понимаю что это мини версия я понимаю что нож совершенно небольшой но все же давайте начали пробежимся по ттх потом скажу свои мысли а для нас 177 миллиметров длина клинка 75 миллиметров ширина клинка 20 миллиметров толщина по обуху 3 миллиметра финиш клинка сатин вес всего 76 грамм сталь не траве 59 61 единица по шкале рокола заявленная твердость рукоять g10 или микарта замок лайнер лог механизм кассетный керамический шарикоподшипник на сайте 7.com этот нож стоит девяносто один доллар по сути не очень-то прямо скажем дешево именно если сравнивать с какими-то реально бомбезными хитовыми ножами от этой же компании сливи это довольно таки скромно вот почему я я даже не могу сказать что этом какой-то противник вот таких вот хитро вычурных причем смотрите здесь гринта идет один и тоже здесь именно линия кромки идет таким образом что она идет на вскрывательство какое-то вот здесь вот в основном и дальше идет выпуклая линия то есть это не назвать как-то не тантоидом но опять же чисто так это какой-то такой вот именно извращенский тантоид почему я довольно прохладно к этому ножу отнесся с учетом того что это неплохой и диссишник он действительно для любителей подобных форм он просто очень круто зайдет здесь есть для такого небольшого ножа достаточно удобные хваты то есть он усидчивый в руке вот мы видим здесь небольшой бэкспейсер лайнер встает красиво на начало пяты клинка именно потому что подобные формы ребята вот подобная форма клиночка я ее представляю вы не поверите на каком-нибудь фиксиде раз 15 а то и 20 большим для того чтобы именно с такой формы вот клинка идти куда-то там на абордаж рубить крушить и прочее тогда да то есть если сделать из этого если сделать такой формы клинка там мачете ну это не совсем будет кукри это не совсем это будет именно в каком-то смысле очень любопытный предмет очень любопытный прикольный инструмент это действительно будет классно с точки зрения именно и дисси какого-то применения с точки зрения какого-то именно скажем вот повседневного здесь даже дело не в том что там насколько он порежет там хорошо или плохо порежет и так далее продукты он порезал достаточно сносно я не могу сказать что я испытал какой-то восторг как если бы там я не знаю тот же взять мы возьмем там например конспиратор или элементом и так далее но это в принципе было неплохо а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Они работают. Вот этот вот щучка-клип срезанный, понимаете, вот в одном клинке намешали столько, что получилось прям, ну, совсем для любителей-ценителей. Фальшлезвие, именно небольшая щучка, то есть здесь прям вот этот нож, он должен просто понравиться внешне. Я лично сам по себе просто более классичный. То есть я не могу сказать ни в коем случае, что этот нож какой-то неудачный или плохой и так далее. Я могу сказать совершенно четко, что это не совсем мои фломастеры. При этом, как вы видите, опять же, можно поставить палец вот сюда, с этой стороны, на плавничок. Но здесь не хватает уже у меня какой-то носички на обухе. Сильно вырезаны лайнеры. Но опять же, лайнер один только сильно вырезан для того, чтобы сделать полегче нож. И нож в сложенном состоянии, вот забыл показать, он практически прячется в мою ладонь, в мою руку. То есть, по сути, механика классно. Все, сборка CVV. Но это именно в чистом виде. 11. Вот хорошо, когда у тебя есть вот такие вот всякие необычные ножи, для того, чтобы привлекать внимание и привлекать именно энтузиастов. Но при этом ты бомбишь по площадям классными классическими моделями. То есть, если бы у CVV все было вот такое, я бы, конечно, сказал бы, что это не моя там контора, что я не совсем там как бы ей проникся и так далее, и так далее. Но когда они действительно наравне с подобными вот такими вот, не побоюсь этого слова, выкрутасами, делают просто шикарнейшие классические ножи, то совершенно понимаю, что почему бы и нет, если это делается для того, чтобы разнообразить линейку, представляемую на рынке. Все, больше мне, я говорю, здесь я совершенно спокойно отнесся, но при этом ни в коем случае не могу сказать, что нож какой-то неудачный вышел. Это в чистом виде мои только личные предпочтения. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok